Он из тех, за кем охотятся западные разведки. Кто не раз рисковал, выполняя приказ. Для него каждое расследование – поиск ключа к тайнам мировой истории. Порой не хватает всего лишь какой-то детали, элемента, чтобы найти ответы и сложить все пазлы. Секретные материалы с Андреем Луговым. В ноябре 1937-го в советскую дипломатическую миссию в Лондоне обратился молодой человек, появление которого в условиях надвигающейся катастрофы было весьма вовремя. Его звали Вильям Патрик Гитлер. Он утверждал, что приходится племянникам фюреру Германии и предложил выкупить некоторые документы, компрометирующие дядю. В СССР уже понимали, Гитлер опасен не только для своей страны, Германии, но и для всего мира. Вот-вот он развяжет большую войну, в которой погибнут миллионы. Гитлер добился отмены всех ограничений в военной сфере, которыми был связан по итогам Первой мировой. Он возродил авиацию, создал танковые войска, ударными темпами наращивалась группировка морских сил, военные расходы в 1936-1937 годах достигли почти 6 миллиардов марок. Конечно, получить информацию, компрометирующую фюрера, было заманчивой идеей. Но что реально знал племянник Гитлера и попал ли компромат в руки советских спецслужб? Эта история кажется фантастикой, не правда ли? А между тем ее обнародовали в 2000 году в журнале «Родина». Даже привели документы из архивов службы внешней разведки. Судя по ним, Вилли, как его звали родные, оценил свой компромат в 10 тысяч фунтов. По тем временам целое состояние. Вот что он пишет в донесении. «Я знаю все, что только можно знать относительно Гитлера». И далее. «Гитлер грозил застрелиться, если некоторые вещи будут опубликованы». Похоже, племянник уже пытался шантажировать дядюшку и заставил его изрядно понервничать. Такая информация действительно могла дорого стоить. Наши спецслужбы тут же взяли Вилли в разработку. Упускать шанс было нельзя. Но что за тайны прятал фюрер от всего мира? Чем шантажировал его племянник? И почему Гитлер так боялся разоблачения? Смотрите далее. Почему главный ариец Третьего Рейха не оставил потомство? Что за находка попала в руки ученых и как она меняет историю жизни Гитлера? Чем закончились торги Вильяма Патрика советской разведкой? Своё восхождение на политический Олимп Гитлер начал ещё в начале 20-х годов прошлого века. В центре идеологии и будущей предвыборной риторики уже тогда он ставил главный постулат – реставрация былого величия Германии. А в новой империи не место инвалидам, умственной, психически неполноценным. Страна-победитель только для здоровых людей истинного арийского происхождения. Германия – это страна людей высшей расы. Утром немец просыпается с невероятным подарком. Он, оказывается, прилежит к людям высшей расы. Он ничего не сделал накануне. Сидел дома, пил пиво, ничего не сделал. А утром проснулся он великий. Он принадлежит к числу тех, кто рождён управлять миром в прямом смысле. Он сделал это роскошный подарок. В декабре 1935 года культивация генофонда высшей расы поставлена на поток. По личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера создаётся организация «Лебенсборн», что в переводе значит «Источник жизни». Её цель – рождение, отбор и воспитание полноценных арийских младенцев. Генетический материал отбирается особо тщательно. С женской стороны голубоглазые, здоровые, чистокровные арийки, с мужской – исключительно члены СС. Но, как ни странно, первый и самый главный арийец не участвует в этой программе. У Гитлера нет даже собственных детей, о своей семье говорит скупо. «Он не политик, он вождь. Это политики рождаются от родителей. А вождь – это что-то другое. Он спустился откуда-то с небес, и за ним ничего нет. Это он такой. Поэтому не нужны были ни родители, ни родственники, ни жена, ни дети. Это невозможно было. Он женат на Германии». Но что на самом деле скрывал так хорошо обставленный миф? Ну, конечно, было гидлостыдно на свою семью. Это надо понять. Потому что сам семья из очень далеко, австрийская провинция, из самой ретничной слой крестьянов. Это, конечно, вы не можете с этой семьей как-нибудь показать. Посмотрите, какие у меня хорошие родственники были. И поэтому он всегда сказал, «Ой, я не хочу ничего не знать у своих родственников». Было хорошо, что отец был, что мама очень любая, и все. Одна из самых загадочных фигур в генеалогическом древе фюрера – его собственный отец Алоис. Достоверных источников о жизни Алоиса Гитлера ничтожно мало. Но совсем недавно их стало больше. Были найдены личные письма отца семейства. Австрийский историк Роман Зангрубер опубликовал их вот в этой книге. Они содержат деловую переписку Алоиса Гитлера с дорожным мастером Йозефом Радлигером об условиях покупки усадьбы Раушергут в деревушке Верхней Австрии, которую Алоис приобрел у Радлигера в рассрочку. Датированы письма 1895 годом. Адольфу тогда было 6 лет. Казалось бы, что может быть интересного в формальном обсуждении финансовых и хозяйственных вопросов? Однако для историков даже такая переписка настоящая сенсация. То тут, то там встречаются ремарки, которые вносят уточнение в семейную историю Гитлера. Но самое главное, они впервые документально подтверждают некоторые факты из жизни родителей будущего диктатора. Эти факты, в свою очередь, помогают понять, в каких условиях формировалась личность юного Гитлера. Поэтому к опубликованным письмам мы еще вернемся. А пока отмотаем время на 10 лет назад, к тому моменту, когда 7 января 1885 года с высочайшего разрешения Ватикана у брачного алтаря в австрийском городе Линце дали клятву верности двое – таможенный чиновник Алоиз Гитлер и его домработница Клара Пельцель. Но как получилось, что семья будущего диктатора родилась с легкой руки Ватикана? Ответ скрывается в хитросплетениях генеалогического древа Адольфа Гитлера. В июне 1837 года в австрийской деревушке Штронес под Дюллерсхаймом на свет появился Алоиз – отец Гитлера. Его мать – бедная крестьянка 42-х лет Мария Анна Шикольгрубер. Женщина до 42-х лет не была замужем. Ребенка она родила вне брака. И ребенок при рождении носил фамилию Шикольгрубер, а не Гитлер. Значит, кто являлся его отцом, составляет проблема. Это очень большая проблема. Почему? Значит, официально мы знаем, что, значит, его мать, когда ему было 5 лет, вышла замуж за Георга Иоганна Гитлера. Смотрите далее. Как Алоиз Шикольгрубер стал законорожденным Гитлером? Какие тайны скрывает генеалогическое древо фюрера? Как Рейх решал вопросы плохих генов? Многие историки предполагают, что Иоганн Георг Гитлер именно так писал из фамилии Чирюзде и был генетическим отцом Алоиза, хоть и не признавал этого факта. Но потом Алоиз уже поступил на службу, уже делал карьеру. Карьера шла. Он отличался, так сказать, упорством. В Астрийской империи быть незаконно рожденным было не очень хорошо. Нельзя сказать, что это было совсем плохо, но лучше было, когда человек законорожден. В 39 лет Алоиз Шикольгрубер преисполнился решимости разделаться с этой проблемой раз и навсегда. Трудность состояла в том, что ни Марии Анны, ни ее мужа Иоганна Георга к тому моменту уже не было в живых. К счастью, был жив родной брат Георга, Иоганн не помог Гитлер. Заручившись его поддержкой, Алоиз отправился к деревенскому священнику. Он явился к местному священнику, приведя с собой трех свидетелей, которые под присягой заверили, что они клянутся в том, что хорошо знают с детства, что Алоиз Шикольгрубер является сыном Георга Иоганна Гитлера. Священник в замешательстве. Иоганн Георг при жизни не просто не изъявлял желание признать отцовство, он отправил пятилетнего мальчика своему брату довольно зажиточному по местным меркам человеку. Именно в семье Иоганна Непомука воспитывался Алоиз. Тот растил его как родного, и этот факт не давал покоя деревенским сплетникам. Кто из них является, из двух братьев, является его отцом. То ли, значит, Георг Иоганн, вот этот вот самый бездарный и неработящий крестьянин, или Иоганн Непомук, который взял воспитывать. Священник все же согласился признать показания свидетелей, приведенных Иоганном Непомуком. Он так спешил покончить с этим сомнительным делом, что в торопях записал в церковно-приходской книге новую фамилию Алоиза не Гитлер, а Гитлер. Вот генеалогическое древо Адольфа Гитлера. Смотрите, как чудно тут все переплетается. Вот его отец Илоиз, который мог быть сыном Иоганна Непомука. А вот его мама, которая приходится тому же Иоганну Непомуку родной внучкой. Получается, отец Гитлера мог быть женат на родной племяннице. Если же предположить, что отцом Гитлера был Иоганн Георг, то Клара все равно является племянницей Алоиза, но уже двоюродной, так как Георг и Непомук родные братья. При этом все они выходцы из глухой местности, где веками практиковались браки между еще более близкими родственниками. А это штука опасная. Такие браки ведут к вырождению потомства. Величивается риск отклонений и физических, и умственных. Так не отсюда ли берет начало жуткий проект Гитлера, программа Т-4, в рамках которой уничтожали физически неполноценных и душевно больных людей. Именно из-за кровного родства тогда, в 1884 году, епископат Влинце не дал разрешения Алоизу на брак с Кларой, поэтому им пришлось подавать апелляцию в Ватикан. Там, видимо, решили, что степень родства не самая критичная, и дали добро. Гитлер, факт кровосмешения, пытался всячески скрыть, ведь он не вписывался в идеологию национализма. Фюрер стал заложником собственной выдуманной идеологии. В отличие от Ватикана, он знал, что у него могут родиться умственно отсталые дети. Знал и боялся этого. Возможно, именно поэтому потомства у него не было. То мы точно знаем, что Гитлер явно был устревожен тем, что в его семье, в широком смысле этого слова, были люди, которых по нацистским законам, а там были приняты отвратительные законы, насчитали психически больными. В 1933 году министр внутренних дел в правительстве Гитлера Вильгельм Фрик произносит программную речь о том, что немецкой нации угрожает деградацией за почти миллионы людей с наследственными физическими и психическими заболеваниями. Укреплять здоровье нации и улучшать генофонд предлагается прежде всего за счет принудительной стерилизации носителей плохих генов. К 1939 году в Германии через эту операцию пройдут свыше 300 тысяч человек. Однако фюрер, посчитая данную меру недостаточной, и в ход пойдут более радикальные меры. Поэтому в октябре 1939 года Гитлер дает указ Булову, начальнику канцелярии партии, и своему личному врачу доктор Бранд приказ уничтожить, как он красиво написан на этом приказе, найти способ, чтобы освободить этих людей от своих трудных жизней, что они получают хорошую смерть. Программа эвтаназии Тиргартен-4 по этому адресу в Берлине располагался ее координационный центр, подразумевала умерщвление людей с физическими и умственными отклонениями. Под ее осуществление приспособили широкую сеть психиатрических клиник. Каждого нового пациента оценивала специальная комиссия. Три врачи должны посмотреть анкету каждого больного, и принимать решение. Красный крестик значит, что человек должен идти на уничтожение. Вопросный знак, надо об этом еще говорить, и зеленые галочки может дальше жить. Он еще как-нибудь пригодится обществу. За два года в рамках программы Т-4 уничтожили почти 70 тысяч человек. В ход шел удушающий газ или смертельная инъекция. Среди жертв оказались и чистокровные арийцы, инвалиды Первой мировой, содержание которых обходилось Рейху в круглую сумму. По подсчетам палачей медиков клиники Хартхайм на программе Т-4 Рейх сэкономил почти миллиард марок, которые в противном случае пришлось бы тратить на содержание искалеченных и больных. В декабре 1940 года в этой австрийской клинике навсегда сгинет еще одна неприятная для фюрера тайна. В газовую камеру отправится душевнобольная пациентка Алоизия Файт родственница Гитлера по отцовской линии. Врачи диагностировали у нее одну из форм шизофрении, а у идеального вождя идеальные нации таких родственников быть не может. Однако у идеального вождя может быть целый букет собственных отклонений от нормы. Десятки выдающихся психиатров из разных стран анализируя личность Гитлера приходили к единому мнению фюрера нельзя признать психически здоровым человеком. Чаще встречаются диагнозы, которые ставили Гитлеру шизофрения, потом расстройство личности, потом возможно невроз, обсессивно-компульсивное расстройство, бредовые расстройства сознания. Психические отклонения могли быть обусловлены близкородственными связями порой. А вторая часть это то, что человек приобретает в процессе воспитания. Смотрите далее. Что нового расскажут письма папеньке? Как связаны любовь фюрера к матери и Ариеншвайс сертификат о чистоте арийской крови? За что Вилли Гитлер ненавидел своего дядюшку? Уточнить некоторые факты из детства Гитлера помогут найденные письма его отца. И в первую очередь они сразу же опровергают расхожий миф, что фюрер выходец из бедной семьи. Во-первых, мы видим, что отец Гитлера был не такой бедный, как Гитлер сам всегда написал. Речь идет о покупке усадьбы, по тем временам довольно обширной. Продавец запросил за нее 7250 гульденов в рассрочку, что эквивалентно 100 тысячам евро в пересчете на современные деньги. И первый взнос составил 2000. Уплатить даже такую сумму мог только человек состоятельный. Но откуда взялось состояние у безродного сына-крестьянки? Алоиз построил поистине головокружительную карьеру. Начинал простым сапожным подмастерьем, а дослужился до офицера главного таможенного управления. К тому же сумел заключить выгодный брак. Первый раз у женитьбы Алоиза была по расчету. То есть он женился на дочери другого таможенного чиновника. То есть ему это сделал определенный послужник. Плюс у нее было состояние. С первой женой он вскоре развелся. Но новая должность и часть капитала теперь уже бывшей супруги при нем. Приспособленец, скажете вы. А я не соглашусь. Он просто ко всему, включая личные отношения, подходил максимально рационально. Мог оптимизировать и заставить работать буквально все. В одном из писем адресованных Радлигеру Алоиз пишет Я бы не торопился покупать дом и забирать его, если бы не видел плохого управления. Когда делом занялись мои люди, внезапно куры начали давать яйца, хотя ваша жена по ее словам до сих пор почти не видела яиц. ваша горничная жаловалась, что у нее едва хватает молока. А моя семья, которая состоит из семи человек, получает так много молока от этой коровы, что можно делать масло. Однако управленцем Алоиз был довольно авторитарным и деспотичным, что лишний раз подтверждают найденные письма. Слуги не выдерживали его тяжелый нрав. В одном из писем он жаловался Радлигеру. Сбежал рабочий с фермы моей жены. Мне не жаль этого ленивого парня, только это непорядочно уходить без предупреждения. Не легче приходилось и детям. У гитлеров их было четверо. Алоиз младший и Ангела от второго брака и Адольф с Паулой от брака с Кларой, которая была его третьей женой. Фанатично исполняя свой служебный долг, Алоиз рассчитывал, что сыновья пойдут по его стопам и построят карьеру на госслужбе. Но старший в юном возрасте сбежал из дома и пустился во все тяжкие. Отсидел за кражу и за двоеженство. А младший осмелился заявить, что видит себя в изобразительном искусстве. Слово художник для чиновника это примерно то же самое, что преступник. Потому что значит, то есть чиновник таможни не может понять, как можно зарабатывать тем, что и сушка нет. Причем чиновник не руководящий, а вот выслужившийся из крестьян. Конечно, отец был недоволен своими сыновьями. По воспоминаниям родной сестры Гитлера Павла Павла отец отец нередко бил их. Однако сам фюрер нигде не упоминал, как складывались его отношения с отцом. Мужчина был хозяином в семье и мог позволить себе все то, что сегодня немыслимо. Поэтому он мог и ударить. Это было по тем временам совершенно допустимым делом. Он был деспотом в семье. Но думаю так же, что он, видимо, плохо относился к своему сыну Адольфу, потому что тот его решительно ничем не радовал. Плохо учился и был крайне малосимпатичным. Многие историки полагают, что Адольф чувствовал неприязнь отца и отвечал ему тем же. Не любил его и не стремился ему подражать. Я хочу вам показать две подписи. Вот это давно хорошо известно. Этот рощерк венчает большинство самых бесчеловечных документов в истории первой половины 20 века. А вот эта подпись была найдена совсем недавно и принадлежит отцу Гитлером. Поразительное сходство. Получается, фюрер буквально скопировал подпись своего отца. Не странно ли это подражать человеку, на которого он решительно не хотел быть похожим? Или все-таки Лаис Гитлер был для сына более значимой фигурой, чем мы привыкли полагать? Подписи Гитлера и его отца практически один в один и почерки абсолютно похожи. Это меняет абсолютное мнение многих историков, что якобы Адольф не любил отца. Такое копирование говорит о том, что ребенок любит отца, стремится ему подражать и имеет к отцу достаточно теплые чувства. Почему Гитлер в последние минуты держит свои командные часы от отца? Если он так ненавидит, он выпросил. Но только перед смертью он их разбивает и потом уже застрелится. Скорее всего, отношения с Адольфом у Алаиса были в меру конфронтационными, без ненависти и ожесточения. Будущему фюреру есть на кого равняться. Перед ним успешный человек, который выбился в люди, даже не окончив школу. Гитлер, сам Адольф и отец, они автодидакты, они, в принципе, уважали, что они сами получили знания из разных книг, из газет. Роман Зандгрубер описывает Адолаиса как заносчивого высокомерного человека, который считает себя лучше и умнее других, презирает даже ученых с университетским образованием. А в переписке с Радлигером не упускает случая прихвастнуть своими познаниями в сельском хозяйстве, хотя никогда ему не учился. Это было возделано слишком поздно осенью и слишком густо. К тому же семена уже настолько выразились, что сегодня мне пришлось покупать летнее зерно для озимого посева. Подражая Алоису, Адольф забросил учебу. Он простой лоботряс, склонность к самообразованию появится позже. Но уже с детства Гитлер перенимает у отца упорство и рациональный подход к делам. И в дополнение к ним авторитарный характер, вспыльчивость, фанатизм, высокомерие. Из книги романа Зандгрубера Как и его отец, Адольф чувствовал свое превосходство благодаря знаниям, которые он приобрел в процессе самообучения. Он видел себя универсальным гением, не только художником, но и архитектором, писателем, композитором и актером, а также военным и техническим гением. Единственным значительным бунтом Адольфа против своего отца был отказ стать государственным служащим и вместо этого сделать карьеру художника. С одной стороны фигурация очень значимая, а с другой стороны Адольф не хочет выполнять желания отца и становиться государственным служащим. И получается, что Адольф одновременно хочет и подражать отцу, и противостоять ему. Это говорит о том, что Адольфа не изжит Эдипов комплекс, как положено, после 7 лет. И мы с вами знаем, что сам Фрейд говорил, что если мальчик не изживает Эдипов комплекс, то он практически всегда любит отца и одновременно противостоит ему. Однако никакие комплексы не мешают Гитлеру с каждым годом все больше верить в свою исключительность и одаренность. Позже он будет говорить о себе. Я не могу ошибаться. То, что я делаю и говорю, имеет историческое значение. Я не играю в войну. Точный момент нападения будет определяться мной. Будет лишь одно время, которое станет воистину благоприятным и я буду ждать его с несгибаемой решимостью. Я не пропущу его. Как известно, точный момент нападения стал для Гитлера впоследствии роковым. Фатальной была и его ошибка в апреле 1945 года, когда он до последнего отказывался покидать Берлин, убежденный в том, что русские каким-то чудом потерпят грандиозное поражение. Эту иррациональную веру в собственную непогрешимость и всемогущество Гитлер никогда и не думал скрывать. Он во всеуслышание называл себя мессией, богоизбранным. мессия посланная Господом или там в данном случае в случае Гитлера не Господом, в случае Гитлера проведением для того, чтобы спасти Германию и привести ее вперед для создания Теснолетнего Рейха. И с этим с каждым годом он все больше и больше утверждался вот в этой позиции. Но откуда у Гитлера такая сумасшедшая идея? Ответ вновь надо искать в его детстве. Адольф был слабым и хрупким мальчиком, но из трех братьев он единственный выжил. Не исключено, что это заставляло его думать о своей богоизбранности, что будто бы он выжил для какой-то великой цели. Это убеждение подогревается отношением матери, которая души не чаяла в Адольфе. Считала его гением и верила, что сын станет великим художником. Защищала от нападок отца, а после его смерти отправила Адольфа в Вену поступать в Академию художеств. То есть авторитарный характер его отца довольно хорошо уравновешивался вот этой вот безумной любовью его матери. Самый дипов комплекс он заключается в том, что ты должен завладеть матерью, а тем более мать, которая тебя наоборот поддерживает, считает, и Адольф выбирал ее. И задача была убить отца, устранить отца, как и у Сафокла в Эдипе. И вот это как раз вот этот садизм и поддерживающий ласка матери, желание обладать матерью, оно как раз дало вот эти садистические чувства. Он вот становится таким серийным убийцей, который якобы для добра, якобы для любви, чтобы немецкий народ жил, вот эта арийская рация нация существовала. Вот эта идея, она действительно идея маньяка настоящего. Любовь Клары довольно требовательна. Найденные письма изображают ее вовсе не забитой серой тенью, как было принято считать. Она эмансипирована, владеет имуществом поровну с мужем, ее слово имеет вес в решении семейных и хозяйственных дел, выходные супруги проводят, посещая вместе светские мероприятия. К тому же Клара патологически аккуратна, в доме не пылинки, везде идеальный порядок. При такой матери мальчик регулярно испытывал давление, даже если оно внешне никак не выражалось. То есть получается у него мать одновременно и любящая, и строгая. Это бесконечные качели то в одну сторону, то в другую. И это нередко пробуждают у личностей черты садизма. Он явился вот этим самым последней надеждой, такой вот лебединой песней матери, которая, конечно, вкладываясь в него, мечтала о том, что он теперь будет значимее прочих. Цена этой любви и надежды оказалась фатальной для всего мира. Гитлер не стал художником, как мечтала Клара. Дважды с треском провалил экзамены в Венскую Академию Художеств. Но доказал уже после смерти матери, что достоин ее любви, что он гораздо больше, чем просто художник, единственный и неповторимый ее мальчик, богоизбранный лидер великой нации, автор нового миропорядка. Венесены те, кого он ненавидел больше всех. Провалив 19 лет экзамены в Академию, проев все деньги, оставшиеся после смерти родителей, он, представитель титульной немецкой нации, оказался на улице. Ночуя в ночлежках, замерзая в очередях за бесплатной похлебкой, продавая эскизы за несколько фенингов, Гитлер со злостью думал о евреях, владельцах доходных домов, фабрик, магазинов. Спустя 10 лет, когда он, обычный эфрейтор, будет в горячечном бреду метаться в лазарете, полуслепой после химической атаки, а Германия, за которую он проливал кровь, проиграет войну и подпишет унизительный Версальский мир, ненависть к евреям окрепнет в Гитлере окончательно. Германская пропаганда работала неплохо, и были только сообщения о победах. И когда рухнула, значит, кто-то в этом виноват. Не мы проиграли войну, а кто-то нанес нас нож в спину, ударил, это был удар в спину, это был нож в спину, кто-то подорвал нас изнутри, кто? Коммунисты и евреи. Риторику кайзеровской пропаганды Гитлер позаимствует сознательно. По реакции толпы на первых же агитационных митингах он поймет, идея ненависти к другим народам проста и пользуется популярностью. А уже в 1933 году ведет новое требование. Каждый гражданин Германии обязан иметь сертификат о барийском происхождении, подтверждающий принадлежность к чистокровным немцам, причем родословную необходимо проследить до 1750 года. Только один человек в рейхе может не распространяться о своей родословной Адольф Гитлер. И причины на этот раз кроются не в родовом кровосмешении. В ноябре 1935 года на специальной сессии Рейхстага был единогласно принят закон об охране германской крови и германской чести. Он устанавливал для евреев запрет на браке с немецкими гражданами, а также на внебрачную связь. Инициатор закона Адольф Гитлер лично. Если не брать во внимание чудовищный этический аспект этого закона, а подойти с формальной стороны, то все в нем понятное и дополнительных разъяснений он не требует. Однако в закон зачем-то внесли отдельный уточняющий пункт, в котором сказано, что евреям не разрешается брать прислугу женского пола немецкой национальности моложе 45 лет. Вряд ли этот пункт появился случайно. Гитлер явно хотел обратить на него особое внимание. Почему? Возможно, это как-то связано с его семейной историей? Ответы на эти вопросы вновь ведут к загадке рождения Лаиса, отца Гитлера. Тот факт, что его мать Анна-Мария Шикольгрубер на момент рождения сына не замужем, спустя десятилетия породил множество спекуляций. Ходили слухи о том, что, возможно, бабушка Гитлера на самом деле была в услужении одного еврейского торговца, от которого она забеременела. И даже нашли фамилию, даже нашли этого купца, у которого она будто бы работала. Эти периодически возникающие слухи приводят Гитлера в бешенство. Он каждый раз инициирует настоящее расследование, чтобы заткнуть рот недоброжелательным. В 1933 году в австрийской прессе поднимается очередная волна сплетен. Газета «Остеррахиш» и «Абенблат» выходит с фотографиями еврейского кладбища в городе Польна, где на надгробиях значится «Хитлер». Фюрер поручает проверку своей родословной рейхслейтеру Гансу Франку, будущему генерал-губернатору Польши. Его изыскания ясно показали, евреев в роду Гитлера нет. И Гитлеру нужна была идеальная биография. Поэтому он сделал все, чтобы почистить свои следы. Как мы видим, могила его бабушки была утрачена. Все-все-все свидетели, которые могли бы заявить о его еврейском происхождении, они были потихоньку убраны. Даже викарий в церкви, где его крестили. Возможно, все эти семейные секреты и хотел продать советской разведке племянник Гитлера Вильям Патрик, когда появился на пороге депмиссии СССР в Лондоне в ноябре 1937 года. Однако спустя два года он внезапно исчез, так и не предоставив ни одного документа. И также внезапно объявился за океаном в США с тем же товаром компроматом на дядюшку. Удалось ему сторговаться или нет, неизвестно. никаких документов. Но Вилли выступил в прессе, журнал Лук выпустил его интервью с громким названием «Почему я ненавижу своего дядю?» Племянник нашпиговал статью давно известными слухами и сплетнями. Пытался спекулировать на том, что дед Гитлера мог быть евреем, а сам фюрер жил со своей племянницей Гели Раубаль. Мог раскрыть очень многие секреты про своего дядюшку, включая его тайную связь с Еле Раубаль, которая покончила жизнь самоубийством и, по слухам, была беременна от фюрера. Гели действительно жила в квартире фюрера в Мюнхене целых два года и была единственной женщиной, которой Гитлер позволял появляться с ним на публике. Фюрер обожал племянницу, а после ее гибели впал в продолжительную тяжелую депрессию. Однако у историков нет достоверного подтверждения того факта, что они были любовниками. Если связь и была, Гитлер по понятным причинам ее скрывал. Ему и так хватало нервотрепки из-за кровного родства своих родителей, которое могло обнаружиться в любой момент. Вилли, между тем, снялся в нескольких пропагандистских фильмах и демонстративно поступил на американский флот. А после войны о нем забыли. Книгу, в которой планировал опубликовать весь компромат на фюрера, так и не издал. Сменил фамилию на Стюарт Хьюстон и затерялся в американской глубинке. Там, где никто не знал, откуда он и не задавал вопросов о его семье. Времяне Гитлера в Вилле, предлагая компромат на дядюшку нашим спецслужбам, уверял, Гитлер грозил застрелиться, если некоторые вещи будут опубликованы. Фюрер действительно покончил с собой, но не из-за страшных тайн своей жизни. А из-за страха расплаты за свои страшные действия. Тайны семьи Адольфа Гитлера лежат буквально на поверхности. Любая попытка скрыть делает их еще более очевидными, так как порождает бесчисленное количество вопросов. Фюрер сам себя поймал в ловушку. Ведь, если бы он не строил политическую карьеру на идее национализма и расизма, его избирателям и однопартийцам было бы совершенно все равно, из какой семьи он происходит, в какой национальности его предки и есть ли среди его родственников душевно больные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова